Господин президент, говоря про постконфликтный период, поствоенный период, невозможно не отметить возросшую роль Азербайджана на международной арене. И вы как-то отмечали, что Азербайджан не просто наблюдает за процессами в регионе, а Азербайджан диктует повестку дня в регионе. Какие факторы стоят в основе этого, и какое это нашло отражение в рамках председательства страны в организации движения и присоединения? Да, вы совершенно правы. Сегодня во многом повестка дня региональная, связанная с нашей деятельностью, и многие инициативы исходят от нас, многие инициативы, которые исходят от партнёров, в случае нашего участия или позитивного отношения реализуются. Параллельно с этим, должен сказать, что все наши инициативы направлены на сотрудничество и на взаимовыгодное сотрудничество, будь то энергетические, транспортные, гуманитарные, связанные с мультикультурализмом, все они нацелены на более предсказуемую ситуацию в регионе и на извлечение выгоды и политической, и экономической. Поэтому в данном случае уже на протяжении многих лет всё, что связано с инициативами Азербайджана, уже априори воспринимается как что-то, что продумано и имеет под собой почву для реализации. И также, должен сказать, что не было ни одного случая, когда бы мы занимались каким-то прожектерством, популизмом, просто сотрясанием воздуха и артикуляцией каких-то заезженных терминов с тем, чтобы показаться кому-то умнее или же кому-то понравиться. То есть всё, что мы инициировали, всё было выполнимо и оказалось выполнимо. Что касается председательства движения «Неприсоединение», конечно, это новая роль для Азербайджана, тем более, что наша страна одна из последних, которая вступила в эту организацию. Мы новые члены, но сразу же нам удалось завоевать доверие и уважение всех стран, и поэтому дважды страны проголосовали за нас. То есть доверили нам один раз возглавить, и также единогласно высказали за то, что мы ещё на один год продлили своё председательство. Мы подходим к этому не с формальной точки зрения, не с точки зрения какого-то блага или какой-то льготы, а с точки зрения, что мы можем сделать и как мы можем эту организацию укрепить. Потому что, вот я говорю, организация чисто машинальна, хотя это не организация, это движение. И в международной терминологии она не называется организацией. Но идти по пути институционализации, я думаю, нужно. И в этом направлении нами предприняты определённые шаги. Во-первых, это предстоящая встреча глав парламентов движения в Баку. Мы хотим создать парламентское измерение, уже согласие получено. Также молодёжное измерение этого движения. И таким образом идти по пути структурного преобразования. Конечно, это будет требовать согласия всех стран. Вы знаете, что в движении присутствуют страны, которые имеют между собой, некоторые из них сложные отношения. Мы всё это учитываем, и поэтому движемся очень аккуратно. Но тем не менее настойчиво. И то, что было сделано нами во время пандемии и в плане международных инициатив, и саммит движения, и инициатива по проведению специальной сессии Генассамблеи ООН, и также поддержку, которую мы получили в Совете по правам человека ООН. И в ближайшее время запланировано было обсуждение на Генеральной Ассамблее, но из-за ковида отложено. Всё это повышает авторитет движения. Оно становится более узнаваемым, более видимым на международной арене. И одновременно с этим помощь, которую мы оказываем странам-членам даже до ковида, ведь у нас много программ гуманитарных, о которых азербайджанская общественность даже, может быть, не информирована, по линии Агентства по международному содействию при Министерстве иностранных дел, мы оказываем гуманитарную помощь многим странам. А во время ковида более 80 странам мы оказали и финансовую, и материальную помощь. Это, конечно, высоко оценивается. Тем более, это те страны, которые имеют ограниченные ресурсы. И те страны, которые страдают от вакцинного национализма. И думаю, что на международной арене больше, чем мы, никто эту тему не поднимал. Но ведь это же вопиющая несправедливость, когда страны, которые пытаются себя представить как источник демократии, равенства, прав человека, закупают в 3-4 раза вакцин, чем нужно, потом у них истекает срок, они их выбрасывают, а бедные страны по существу оказываются ни с чем. Ведь эта статистика, она известна. Это же вопиющая несправедливость. То есть это полная потеря всех моральных ориентиров и право вообще говорить о каких-то правах и о какой-то справедливости. И вот Азербайджан взял на себя эту функцию, сложную функцию. Мы понимаем, что мы идём на конфронтацию со многими странами, которые очень себя хорошо чувствуют, когда обеспечивают своё население уже тремя дозами, в то время как в Африке и в других странах люди умирают. Просто статистика там даже не ведётся. То есть мы пошли на это сознательно, именно потому что мы верим в это, и потому что мы руководствуемся принципами, а не конъюнктурой. И это ещё больше вызвало уважение к нашей стране. Многие страны движения сейчас видят в Азербайджане эту страну, которая может открыто защищать их интересы. Об этом, кстати, я и говорил, когда принимал на себя функцию председательства в Баку на саммите, что мы будем защищать интересы стран-членов, международное право и справедливость. Вот это мы и делаем. И будем стремиться к тому, чтобы повышать авторитет движения и, как я уже сказал, идти по пути структурных преобразований. Продолжение следует...